В Ярославской области планируется серьезная реформа системы местного самоуправления. В этом убеждено руководство региона. Задача объединить районную власть и городскую. Как итоги, явная финансовая экономия бюджета до нескольких миллионов рублей в год, сокращение чиновничьего аппарата и более эффективная работа на местах с населением. Достойный пример – Ленинградская область. В этом убедились представители исполнительной власти нашего региона, побывавшие под Петербургом. Ленинградская область пережила необходимое реформирование системы местного самоуправления, а значит перемены к лучшему сможет осилить и Ярославский регион. Изменение в вертикали исполнительной власти, по мнению авторитетных аналитиков, принесет только плюсы. В Ленинградской области, которую ставят в пример, процесс слияния районной власти, городской прошел в каждом муниципальном образовании. Они передовики по внедрению института объединенных администраций. Когда в районном центре, в административном центре нет отдельной районной администрации и отдельно городской, есть одно юрлицо, которое выполняет эту ситуацию. У нас же в Ярославской области этого нет, и зачастую бывает, что людям неудобно, идут там за выдачей разрешения на землю в одну администрацию, потом их посылают в другую. То есть нет принципа одного окна. Это раз. Во-вторых, существенно сокращаются затраты от объединения этих администраций. При объединении администрации ощутимо сократится и чиновничий аппарат. Соответственно, местный бюджет каждый год будет экономить миллионы, которые можно направить, допустим, на социальные нужды. В той же Ленинградской области, Выборгском районе, после слияния двух администраций, сокращен каждый пятый чиновник, что помогло сохранить в местном кошельке 15 миллионов. Положительные тенденции заметны и в Ярославском регионе. Это касается Ростова, Углича, Тутаева. Хотя в этих районных этап перехода на систему управления, назначенным главой, еще не завершен. Я считаю, что положительный опыт существует и показал опыт Тутаевского муниципального района. По сути, мы на этой схеме, когда объединяем город и район, как у нас пока де-факто, то мы уже в первый год экономим более 8 миллионов рублей, что, в принципе, достаточно солидно на нашем уровне. И плюс сокращаем аппарат, руководство. Появится ли должность главы администрации в Ярославле и Рыбинске? Пока однозначного ответа нет. Ни у исполнительной власти, ни у законодательной. Хотя о том, что старая система управления пахнет нафталином и явно подрывала к себе доверие, говорят на разных уровнях. Как показывает практика, негативные вещи, связанные с непрофессионализмом и возможными, как мы видим, коррупционными всякими вещами, ситуацию таким образом дискредитируют. Один из вариантов равнения на успешный опыт Ленинградской области. Новая система самоуправления принесла положительные результаты. Остается дождаться окончательного решения для нашего региона. Илья Барабанов, Василий Мосин.